Уважаемые коллеги, спасибо большое за возможность выступить. Мой доклад посвящен не столько клинической части, сколько организационной, но мне кажется, что это будет дополнением к первому и ко второму докладу. Итак, хирургическая безопасность. Вообще, в принципе, это понятие внедрено, попытка внедрить в умы врачей понятие хирургической безопасности, оно очень давнее, и если открыть знаменитую систему поиска ПАБМЕД, то первые статьи, посвященные хирургической безопасности, относятся аж к 1910 году. Наши иностранные коллеги занимаются этим, ну, где-то с 10-х годов очень интенсивно. Мы выпустили в 2020 году соответствующий приказ, который говорит о том, что каждая клиника вне зависимости от вида собственности должна проводить внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности, куда входит этот раздел как раз и хирургическая безопасность. Есть специально разработанные в Национальном институте качества рекомендации, и именно этим рекомендациям я буду следовать в своей презентации для того, чтобы было более адекватное понимание того, что уходит в Министерство здравоохранения от нас именно в плане хирургической безопасности и что мы можем сделать. Еще раз, хирургическая безопасность – это профилактика рисков, связанных с оперативным вмешательством, или нет рисков такая система, или сведение рисков к минимуму во время хирургической операции. И это такой комплекс мероприятий, вот то, что нам бы хотелось, то, что должно было бы быть у нас во всех операционных. Это довольно трудно достижимо, но тем не менее на этом пути мы стоим все. И почему анестезиологи занимаются этим? Да потому что анестезиологи с молодых ногтей приучаются к ежедневному, ежесекундному контролю безопасности, не только хирургической, а анестезиологической как части хирургической безопасности. И именно анестезиологи мыслят в этой системе, в этой системе постоянного обеспечения качества, постоянного обеспечения безопасности пациента. Ну, если мы будем придерживаться схемы, предложенные нашим министерством, то первым положением этих рекомендаций является, в медицинской организации внедрен ли вообще, в принципе, порядок учета, регистрации, анализа случаев переоперационных осложнений. Ну, вот в нашей клинике такой порядок внедрен, мы регистрируем переоперационные осложнения, у нас есть специальный журнал, журнал тут ведется практически постоянно, при необходимости распечатывается, но, по сути, это электронная форма. Следующий пункт – это подготовка пациента к плану оперативного вмешательства, список исследований и консультаций перед операцией. Обращаю ваше внимание, что министерство не требует от нас какого-то списка определенного, который оно прописало, вот нужно это, это именно, и это остается, это на наше с вами усмотрение. Поэтому, в принципе, по договоренности мы можем сами для себя определить, какие лабораторные данные мы считаем необходимы при конкретной операции, при конкретном оперативном вмешательстве, какие исследования, какие состояния мы считаем значимыми для обеспечения анестезии. И проще всего, конечно, все вот эти вещи делайте, если внедряются чек-листы. Я чуть-чуть попозже расскажу и о наших переперационных осложнениях, и о наших чек-листах. Сейчас просто вот некоторая такая демонстрация, что можно, в принципе, внедрить в практику, и что вполне в практику уже внедрено в наши клиники. Ну, например, тромбоэмболические осложнения. Если я не ошибаюсь, то стандарт как раз междициплинарный по тромбопрофилактике, ну, ему не меньше 10 лет, наверное, если не больше. Тем не менее, остаются вопросы, когда что, кто профилактирует, кто за это отвечает. Дело в том, что с точки зрения безопасности хирургической, именно как система мышления хирурга и анестезиолога, неважно, кто за это отвечает, важно, чтобы это было сделано. И делается это тоже с помощью различных шкал и различных чек-листов. Ну, например, рекомендации Национального института качества, они дают такую вот оценку риска тромбоэмболических осложнений по шкале капринии. Хотя на самом деле это совершенно не обязательно, вы можете использовать для себя другую шкалу. Просто важно, чтобы можно было удобно ей пользоваться. Например, риск кровотечения. Да, тоже есть разно много шкал. Институт национального качества рекомендует вот импроволитинг риск, по которой определяется, насколько вероятно кровотечение у пациента. Ну, можно использовать и другие шкалы. Инфекционные осложнения. Отдельный разговор, который всех очень беспокоит, особенно в последнее время, после того, как вышел приказ, что все мы должны пройти обучение по инфекционным осложнениям, связанным с оказанием медицинской помощи. Ну, для этого тоже существуют различные параметры. Мы используем оценку риска возникновения инфекции, связанной с оказанием хирургической помощи, на основании анализа которой потом проводится переоперационная антибиотика-профилактика. Должны быть оценены анестезиологические риски. Я думаю, что я не открою никакого секрета. Самое часто используемое для нас – это функциональное состояние пациента по шкале АСА. В клинике у нас внедрена еще оценка, внедрена оценка по московской шкале общества анестезиологов и реаниматологов. И то, и другое введено в медицинскую информационную систему. То есть это легкое достаточно заполнение. И, скажем так, вы можете не заполнить эти графы, пока не заполните, не пройдете дальше оформление документа. Что еще можно внедрить? И, опять же, все зависит от того, что вы сами для себя определяете ведущую. Конечно, любого анестезиолога, прежде всего, беспокоит трудные дыхательные почты. Вот можно создать в рамках медицинской информационной системы, которая у нас функционирует, собственно говоря, свои шаблоны, когда вы можете ввести и шкалу Малампати, и Эль-Ганзури для того, чтобы оценить трудные дыхательные пути. Что еще хочет от нас министерство? Чтобы мы описывали кратко, давали краткое описание хирургических вмешательств, возможные осложнения. Конечно, все это достигается выпуском определенных информационных материалов, желательно, чтобы они были красочными, но при этом содержали в себе ту информацию, которую пациент может оценить, не мы с вами, а именно пациент. На информированном добровольном согласии останавливаться не буду. Мне кажется, что сейчас это уже решенная проблема. Она подписывается, наверное, в 99% случаев, именно так, как надо, и тем, кем надо. Напоминаю, если вы работаете с детьми, то ребенок, начиная с 15 лет, сам подписывает информирование в согласии на медицинское вмешательство. Следующий момент хирургической безопасности, на который обращает внимание наше министерство, это поступление пациента в операционную. И здесь от нас требует наличие СОПов, инструкций или других локальных документов по подготовке пациента в операционном блоке, проведение каких-либо гигиенических процедур. И здесь тоже наша задача составить эти СОПы. СОПы, понятное дело, их становится все больше и больше, они становятся все массивнее и массивнее, но тем не менее без них никуда, поскольку клинических рекомендаций на этот счет пока нет, ни у Федерации анестезиологов, ни у хирургических федераций, поэтому мы вынуждены создавать свои. Ну, например, в нашей клинике потребовалось создание определенного листа для поступления в операционную, и чуть попозже я расскажу, как этим листом мы работали, что у нас из этого получилось. Ну, самое, самое такое, не тревожное, а самое сложное во внедрении, но при этом то, на что все проверяющие всегда обращают внимание, это использование и наличие этих хирургического чек-листа, который прямо прописан в рекомендациях Национального института качества, должен освещать вот эти все моменты для того, чтобы мы могли показать, что мы действительно обеспечили безопасность пациента во время операции при его нахождении в операционной. Ну, самый, значит, помимо того, что должен существовать хирургический чек-лист, это как бы документальное подтверждение, да, хирургическая безопасность подразумевает, что мы перед операцией немножко сделаем паузу или тайм-аут, соберемся с мыслями, договоримся между собой, определимся, того ли мы пациента оперируем, есть ли у этого пациента какие-то аллергии, да, аппаратура у нас исправна или несправна, да, проведем идентификацию пациента согласно браслетам, об этом я достаточно много говорила на других площадках, ну, это оказалось одним из самых удобных способов действительно идентификации пациента не только в операционной, но и вообще в стационаре, да, использование цветовых браслетов. Мы должны убедиться перед началом операции, что у нас справна аппаратура, и для этого тоже разработаны у нас приняты специальные чек-листы, которые заполняются перед началом рабочего дня и по окончании, кстати. Ну, и все это мы должны будем зафиксировать вот в таком рекомендованном Всемирной организации здравоохранения хирургическом чек-листе. Ну, вот эта картинка, она знаменитая, она распространена практически по всему интернету, если вы просто наберете хирургический чек-лист, вы ее увидите в разных вариантах, на разных языках. Значит, нами эта картинка была взята по рекомендации наших московских коллег, и мы попытались ее внедрить в себя в клинике, и я вынуждена признать, что конкретно вот такой вид внедряется с большим-большим трудом. В чем проблема? Ну, проблема заключается в том, что очень сложно начать действовать в соответствии с чек-листом, если ты никогда раньше этого не делал. И у анестезиологов возникает проблема, например, с тем, чтобы спросить пациента его имя, фамилию, отчество, он уже приехал в операционную. Я очень часто слышу, что мы должны встретить пациента, мы должны его уложить в операционную, а не задавать ему дурацких вопросов. Но, тем не менее, идентификация пациента, она была, есть, остается неизменным пунктом хирургической безопасности, без которой пройти нельзя. Какие еще проблемы существуют? Дело в том, что мы, в принципе, всегда, когда готовимся к операции, мы проверяем, есть ли у пациента аллергия, способна ли наша аппаратура работать, есть ли у нас определенный запас крови. Это такой стандарт, который анестезиолог зачастую не вызывает никаких проблем. Он всегда об этом подумает. Точно так же, как большинство хирургов думают о том, какая у них аппаратура, что они будут делать, да, как-то продумывать свою операцию. И точно так же наши коллеги, медицинские сестры операционные, они тоже проверяют аппаратуру, они смотрят, насколько у них готова операционная. Мы как бы делаем это все на автомате. Мы не ставим никаких галочек, когда делаем это. Поэтому и заполнение этого чек-листа, оно вызывает такие трудности, да, реальное заполнение, не формально, просто там как погрыжили в нужных местах, поставили подпись и разошлись. А реальное заполнение вызывает сложности. Почему? Да потому что вот первым пунктом стоит именно такие вещи, которые мы, как правило, не делаем. А именно, например, все члены бригады представились по имени и назвали свою роль. Вот по моему опыту это один из самых проблемных пунктов, которые вообще существуют в этом чек-листе. То есть просьба, все понятно, мы все встретились с операционными, видим друг друга не первый раз, поэтому, собственно, зачем спрашивать друг друга, кто мы такие, что мы здесь делаем. Это очень, я бы не сказала, что это проблема, это наша особенность, мы должны ее учитывать, когда мы работаем с этим. Следующий момент. Наши операционные сестры вообще не разговаривают. Они в свое время назывались немыми сестрами, и ими остались до сих пор, да. Они не разговаривают, они молчат. Они молчат даже во время операции, большинство из них. Ну, есть разговаривающие, не спорю, есть даже специфические разговаривающие люди, но большинство все-таки наших операционных сестер не берут на себя руководящую роль в операционной. У них нет этой привычки. И опять же, я не говорю, что это плохо или хорошо, это факт, с которым надо считаться. Если мы хотим, чтобы анестезиолог, хирург и операционная сестра говорили вслух что-то, если это действительно нам необходимо, значит, надо как-то дополнительно предпринимать какие-то усилия, чтобы мы это делали. Если мы это принимаем как факт, то можно, в принципе, изменить, например, форму чек-листа. Что еще? Вот то же самое, да, анестезиолог перед операцией, ну, очень редко может прочитать, еще раз, к милю, мелочи, то пациента, то есть провести идентификацию, назвать операцию, сторону операции, да, то есть вот этот вербальный контакт внутри команды у нас в Российской Федерации, он осложнен тем, что мы не привыкли так контактировать. То есть мы разговариваем как нормальные люди между собой в абсолютно нормальном формате, но не придерживаемся какого-то формалистского подхода к этому. Поэтому я честно признаю, что вот данный вид хирургического чек-листа заполняется крайне тяжело, использовать его очень неудобно. Что с этим делать, мы пока не очень хорошо себе представляем, но вот наши московские коллеги, мы у них подсмотрели, есть немножко другой вариант этого чек-листа, который, как вы видите, не предполагает обязательной коммуникации вслух между собой, но может позволить нам зафиксировать все-таки то, что мы делаем. Еще раз, основная моя мысль в данной ситуации заключается в том, что вообще-то мы делаем все, что написано в этих листах, но мы никогда это не подтверждаем документально. Мы делаем все практически всегда и оцениваем риски тромбоэмболии, оцениваем риски кровотечения, проводим антибиотическую профилактику, и все мы это знаем. У нас возникают между собой какие-то вопросы, но мы все прекрасно знаем, что это надо делать. И если я не беру каких-то докторов, каких-то неправильных докторов, среднестатистического доктора, как правило, все это решается на уровне, и мы и так знаем, мы работаем с этим, и мы делаем это как правило, как надо, но мы никогда не фиксируем этого. То есть в наших историях болезни нет этих вещей, мы не фиксируем, что мы обсуждали вопрос антибиотической профилактики или антибиотической терапии после операции, мы не обсуждали вопросы, как у нас будет пациент обезболиваться. У нас мы не фиксируем эти вещи. И вот для того, чтобы фиксировать эти вещи, как раз и существуют чек-листы. Следующим пунктом Министерство здравоохранения требует от нас документов, которые подтверждают о наблюдении за состоянием пациента. Я думаю, что здесь ничего особенного нет. Я просто обращу ваше внимание, что, например, разработан был специальный чек-лист по переводу пациента из операционной непосредственно в палату стационара или из палаты пробуждения в палату стационара, где мы фиксируем основные показатели. Обратите внимание, они не цифровые, да, то есть просто медицинская сестра, которая занимается переводом пациента, она должна поставить галочки. И если все даты, то пациент может быть переведен. Опять же, когда, например, возникает такой вопрос, можно переводить пациента из операционной, например, в палату реанимации? Любой анестезиолог проверит артериальное давление, кульсоксиметрию, посмотрит сатурацию кислорода, обязательно спросит, как дела, услышит адекватный ответ, спросит, тошнит, не тошнит, болит, не болит, если тошнит, что-то сделает, если болит, что-то сделает. Это все будет проверено, это все сделано. Но он никогда это не напишет в историю болезни. Для этого нужен чек-лист. Для того, чтобы не писать в историю болезни протоколы, но при этом было какое-то подтверждение того, что безопасность пациента с этой точки зрения была каким-то образом обеспечена. Перевод пациента не только имеется в виду из операционной, но и внутри реанимации. Я думаю, что этот документ есть практически во всех клиниках, тут нет ничего особенного. Чек-листов мы по этому поводу не разрабатывали, потому что у нас нет такой необходимости, но у нас есть свой сок, в котором конкретно указано, когда пациент требует помещения в реанимации. Я думаю, в тех клиниках, где реанимация достаточно часто использует, может быть и существовать какой-то определенный чек-лист проверки пациента, кто подходит на эту реанимацию или нет, точнее, нужна ли ему вообще интенсивная терапия. Формы и листы наблюдения с переченью контролируемых симптомов. Я, пожалуй, даже не буду на этом особенно останавливаться, потому что это наши листы, это наши карты, это наши реанимационные карты, это карты наблюдения пациента в стационаре. Просто немножко в связи с тем, что я буду говорить дальше, очень удобной для нас оказалась карта динамической оценки интенсивности боли, где сестра после операции выставляет по 10-ти балльной шкале баллы для пациента, и мы можем определиться сразу с тем, какой вид обезболивания мы используем. Либо это какие-то немедикаментозные методики, если это 0-1 балл, если это чуть больше, то это могут быть введены НПВС или парацетамол, если под 5-7 баллов это термодол, и все, что больше 7 баллов, это однозначно сразу опиоиды. Мне кажется, что вот этот лист был, и дизайн этого листа, он позволяет и врачу, и сестре ориентироваться в том, что можно сделать для пациента, если у него есть болевой синдром. И в продолжении предыдущего слайда есть отдельный пункт, это послеоперационное обезболивание. Опять же, мы должны задокументировать, что оно было, то есть не просто написать в истории болезни, какой был уровень болевого синдрома ПАПАШ, чего, кстати, почти никто не делает, мы забываем об этом. Мы просто назначаем анальгин или кетарол послеоперационных, но мы не фиксируем это в истории болезни, как правило. В лучшем случае фиксируется назначение опиоидов. Пишется специальный документ, что показаны опиоиды, мы их назначаем, мы их сделали, мы их выполнили, мы зафиксировали. Препараты, которые не требуют особого учета, как правило, остаются без наших особых указаний в истории болезни. Тем не менее, рекомендации, которые министерство дает для обеспечения хирургической безопасности, они требуют того, чтобы у каждого сотрудника, у медицинского работника, у врача и у сестры, у каждого на руках находилась шкала оценки боли. Это не обязательно вот такая шкала, но она должна быть. Каждая сестра, каждый врач должны понимать, что не все пациенты могут разговаривать. Есть так называемые невербальные пациенты. Это не только пациенты с деменцией, но это дети. Это пациенты, не владеющие русским языком. Поэтому наши шкалы должны быть для них адаптированы тоже. И цель именно в рамках хирургической безопасности вот этих требований, она заключается в том, что каждый медицинский работник имеет постоянную возможность оценки болевого синдрома для того, чтобы вовремя вмешаться в эту ситуацию. Это, на мой взгляд, немножко нас возвращает к лекции Ярослава Ивановича, который говорил, что каждый пациент может быть и должен быть обезболен. Один из животрепещущих вопросов – это соблюдение конфиденциальности. Пациента здесь, в наших клиниках, совсем плохо, прямо скажем. Лучший вариант у нас, например, – это ширма между двумя кроватями, которые находятся в палате пробуждения. Тем не менее, рекомендуется. Ну, как рекомендуется? Это, на самом деле, требование обеспечить конфиденциальность, разделение палат перегородками, ширмами и так далее. Я часто сталкиваюсь с тем, что тут же возникает вопрос, как же эпидемиология, а что же нам с этим делать? Ну, с этим делать ничего нельзя, с этим надо делать только одно – разграничивать такими перегородками, с которыми вы готовы согласиться в ваш эпидемиолог. То есть они должны обрабатываться соответствующим образом, должна быть придумана схема их обработки, но они должны быть. Если у нас нет возможности, выделить, скажем, пациенту свою палату. Такой возможности, как правило, у нас нет. Ну и теперь немножко о том, вообще, как на это можно посмотреть чуть-чуть повыше, да, с более высокого уровня. Хирургическая безопасность, что с ней делать вообще, с чем ее едят, как ее можно внедрить у себя в клинике. Конечно, эта концепция, она требует понимания практически от всех участников этого процесса, зачем они это делают. И я начну с самой животрепещущей части, это хирургический лист. Вот я вам рассказала, да, что он достаточно сложно внедряется в практику, да. Это не только наша проблема на эту тему. Еще в 2013 году будет целый ряд исследований. Сразу обращу внимание, что, конечно, речь не идет ни о каких двойных, слепых, рандомизированных и так далее, это невозможно, как вы понимаете, да, поэтому это просто, ну, скажем так, аналитический анализ того, что мы имеем эти публикации. Так вот, в 2013 году вышла вот такая статья, где авторы честно признавали, что внедрение хирургических чек-листов требует времени, и если персонал не был должным образом подготовлен к тому, что эти чек-листы будут введены, то он испытывал разочарование и отказывался от введения чек-листов. Я думаю, что эта ситуация знакома не только мне, но и большинству клиник, которые пытаются это ввести. Да, если не существует какой-либо поддержки, то внедрение этого чек-листа настолько затруднено, да, что даже затрудняет командную работу. С этим я столкнулась лично, лично сделала не один десяток ошибок на эту тему, поэтому, к сожалению, вынуждена признавать, что да, пока не объяснишь, бесполезно что-то использовать. Ну, что доказали вот эти исследователи, что вообще-то на самом деле использование чек-листа, оно в принципе улучшает работу в команде, но на каком уровне, в какой мере сказать это невозможно, еще раз, потому что это не реальное исследование, да, рентомизированное, а это анализ ситуации. На что обращают внимание исследователи? На то, что использование чек-листа позволяет закрыть некоторые белые пятна, да, то есть, например, некоторое отсутствие знаний у хирургов по отношению к анестезиологическому пособию, да, будет перекрыто именно потому, что анестезиолог вслух что-то скажет, какая анестезия, там, что происходит. То же самое касается операционных сестер и самих хирургов. Чуть попозже вышло еще две статьи замечательные, посвященные внедрению хирургического листа. У обеих практически один вывод. Использование чек-листа, к сожалению, нисколько, ни в какой мере не снижает смертность пациентов, да, то есть вообще хирургическая безопасность, эта система, задумка ее была в том, что и остается, никуда это не надевается, что предотвратив риски, которые можно предотвратить, мы улучшим исходы наших операций, да, и считается, что при введении системы хирургической безопасности в практику мы можем избежать около 30% ошибок, от 30 до 50, которые мы допускаем, если эта система не внедрена. Еще раз, это так считается, это никем не доказано, ну, есть такие предположения. Ну, так вот, в 2013-2014 году практически две одинаковые статьи, я имею в виду, по задумке своей, да, и по выводам, что смертность не снижается, и, точнее, смертность немножко снижается, но вот осложнения как были, так и остаются, они никуда не надеваются. Тоже статья, которая нам уже была знакома, и самая крупная статья, посвященная хирургической безопасности в анестезиологии, это 2013-2014 год, тут уже попытались посчитать какие-то вещи, да, и внедрение хирургического чек-листа рекомендованного ВОЗ у нас снизило осложнение с 11 до 7%, да, то есть на 3%, и смертность с 1,5 до 0,8%, что, безусловно, было доказано этими исследованиями, что, ну, вот если я сейчас зачитаю это, все это будет очень интересно, потому что такое впечатление, что мы и так этим занимаемся. Повысилась объективная оценка дыхательных путей, выполненная до анестезии, да, при использовании чек-листа, участились использование пульсоксиметра, активизировалась антибиотикопрофилактика, идентификация пациента поднялась на значительный уровень и подсчет материала по окончании операции, именно в результате того, что использовался чек-лист. Есть еще интересные работы, посвященные тому, какой должен быть чек-лист. Если вы обратили внимание, все чек-листы, которые я до этого предоставляла, ну, показывала, они имеют какое-то вот цветное оформление. Это очень интересно, потому что есть целая парадигма, которая говорит о том, что цветной, ну, какие использовать документы. Ну, вот однозначно считается, что, конечно, полихроматический дизайн привлекает внимание врача, поэтому такой лист он посмотрит скорее и быстрее и с большим, видимо, удовольствием будет его заполнять. Что касается переоперационных осложнений. Здесь буду делиться собственным опытом, поскольку мы переоперационные осложнения регистрируем. И что мы регистрируем? Значит, мы разделили переоперационные осложнения. Вообще, сначала мы просто их свалили в одну кучу, потом поняли, что это невозможно, что надо разделять немножко. И мы разделили их на хирургические, к которым относятся, в общем, все знакомые, да, анестезиологические, связанные с анестезией. Но оказалось, что этого мало. Дело в том, что у нас есть еще осложнения, которые не в... Они тоже переоперационные, они возникают в результате того, что пациент оказывается в операционной или на подходе к операционной, но они не влазят ни в хирургические, ни в анестезиологические. Поэтому мы их назвали другие. И вот среди них я просто их зачитаю, потому что дальше пойдут таблички, точнее графики, очень интересные. Значит, из других. Это неадекватное функционирование венозного протетера, который был установлен до того, как пациент поступил в операционную. Это трудности венозного доступа у нас, когда мы работаем первый раз. Порча или потери идентификационного прослета. Особая для нас проблема – это подача пациента в операционную с украшениями или в собственном белье, или без чулок, если это нужно, да, или без препаратов, которые были назначены. Отделенная проблема была выявлена, заявлена прямо по результатам общения с сотрудниками толстых инструментарий на полуоперационной, как потенциально опасные вещи. И такая специфическая для нас проблема, которую мы тоже отследили, это удары головой о консоль. У нас консоли висят очень низко, поэтому пришлось это уже посчитать, сколько раз мы убили себе консоль головой. Считали мы на 1200 операций. Вообще у нас за год проходит около 2400. Вот 1200 – это считайте за полгода. И за полгода вот такие у нас получились результаты. Хирургических осложнений у нас был всего 1%. Анестезиологических – 2%. А вот других оказалось 8%. То есть по массе оказалось, что и хирурги, и анестезиологи значительно меньше влияют на осложнение, чем что-либо другое. К этому тоже надо относиться с определенной долей скриптицизма. Об этом я скажу чуть попозже. А сейчас вот такие вот картинки, просто чтобы было интересно. Из хирургических осложнений, если мы говорим о процентах, то это не более чем 0,1-0,08%. Самые большие осложнения у нас другие. Это неадекватность функционирования венозного катетера. И самое-самое частое для нас было – это некорректная подача пациента в операционную. Это 3,4%. То есть цифры очень незначительные на 1200 операций. И такие цифры, они больше говорят о том, что мы следим за операцией, за ситуацией, чем что мы действительно допускаем какие-то грубейшие ошибки во время операционных вмешательств. Ну, именно в связи с тем, что основная проблема, как вот просто если брать по процентам возникновения, это именно подача пациента в операционную. И у нас был один маленький стоп-лист, который, кстати, не очень хорошо заполнялся. Поэтому мы разработали немножко другой стоп-лист, где помимо того, что сестра, которая подает пациента в операционную, мы должны поставить еще свои галочки и свою подпись, тот, кто принимает пациента в операционную. Я не могу сказать, что это сразу дало свой результат, но тем не менее, пока не посчитала цифры, не могу, соответственно, ими оперировать, тем не менее, это дало нам возможность снизить количество пациентов, которые некорректным образом попадают в операционную. Что касается вообще отношения к этим нежелательным явлениям, были специальные исследования, которые после того, как система хирургической безопасности была внедрена в каких-то клиниках, очень серьезно, в частности, в Скандинавии, в скандинавских странах, не в клинике Скандинавии, в скандинавских странах, было проанализировано. Так вот, вот в этой статье авторы утверждают, что добровольная отчетность по нежелательным явлениям, она должна расцениваться очень и очень осторожно. Почему? Да, потому что только 5%, в лучшем случае 6,3% нежелательных явлений было предоставлено добровольно. Все остальные были зарегистрированы каким-то другим образом. То есть наша психология, она заключается в том, что мы не заявляем об этих нежелательных явлениях. Мы не обращаем на них внимания или не хотим о них говорить. Опираясь на опыт нашей клиники, почему у нас, например, анестезиологических нежелательных явлений регистрируется больше, чем хирургические? Потому что анестезиологи проще говорят мне об этом, как человеку, который занимается хирургической безопасностью, чем хирурги. Хирургические осложнения, нежелательные явления мы выявляем только тогда, когда либо мы стоим и непосредственно их видим, либо мы каким-то страной узнаем о том, что они существуют. Такие тоже у нас были случаи. Что касается других осложнений, то тут достаточно просто поговорить, выяснить, какие проблемы сейчас беспокоят людей, и они с удовольствием начнут вам рассказывать, сколько раз они берлись головой о консоль. Но тем не менее, еще раз обращаю внимание на то, что эти данные должны собираться. Они не имеют статистической значимости, поэтому я не говорю о процентах, которые мы получили, но они демонстрируют контроль над ситуацией, и они важны для понимания природы событий. Ну и вообще, что касается чек-листов, значит, конечно, они должны составляться, исходя из потребностей каждой клиники. И их огромное количество. И меня всегда спрашивают, ну что у вас, вот каждое действие за чек-листом? Нет, не каждое действие у нас за чек-листом, но в идеале лучше, чтобы за чек-листом. Почему? Да потому что мы не можем доказать, что мы сделали что-то, не приведите в чек-лист. Хотя я соглашусь полностью с исследованиями, которые приведены вот в этой статье, что да, чек-лист, он просто приводит к увеличению количества брифингов, обсуждений, кто что должен выполнять, но на другие показатели он не влияет. Соответственно, мое мнение остается очень простым. Чек-лист доказывает, что мы провели какую-то процедуру, отсутствие чек-листа доказывает, что мы ее не провели. К сожалению, для нашей медицины это так, и без чек-листов мы в ближайшее время обойтись не сможем. Ну что является, в принципе, я говорила о том, что нам сложно, например, произнести вслух свое имя, фамилия, да, и занимаем позицию в операционной, что сложно разговаривать нашим операционным сестрам. Что является барьером для внедрения хирургической безопасности? Ну, это, конечно же, недостаточное знание, и это не только наши проблемы, но и проблемы наших зарубежных коллег, поскольку ни анестезиолог, ни хирург не являются специалистами в этой области знаний. Они каким-то образом могут интересоваться этим, они могут быть заинтересованы в том, чтобы это внедрить. Ну и все, они не владеют ни психологическими какими-то особенными моментами, они не могут разработать дизайн внедрения этого всего. То есть получается, что для того, чтобы внедрить хирургическую безопасность, у нас должен быть какой-то отдельный эксперт по науке безопасности в организации здравоохранения, по типу, как вот есть руководитель отдела кадров, руководитель пожарных, да, вот должен быть отдельный эксперт по безопасности, который будет помогать внедрять эту систему в клинике. Ну и вот, на мой взгляд, один из самых интересных выводов, поскольку он меня, скажем так, примиряет совсем тем, что происходит вокруг. Дело в том, что ряд исследований, которые провели при обсуждении хирургической безопасности, они выявили, что сами чек-листы, они не влияют действительно на повышение безопасности, особенно в тех условиях, в которых ранее уже существовали высокие стандарты безопасности. Перефразирую. Коллеги, мы с вами работаем по высоким стандартам безопасности. Они у нас есть, они в нас сидят. Мы их воспитали в себе еще с ординатуры, может быть, некоторые уже с курса обучения в университете. Наша задача просто наладить коммуникацию между собой и вспомнить о том, что любые наши высокие стандарты должны быть зафиксированы в истории болезни для того, чтобы мы могли доказать, что мы действительно этих стандартов придерживаемся. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Продолжение следует...